МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня в выпуске. Пик паводков пройден. Однако остались проблемы локального характера. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов совершил облет на вертолете паводково-опасных территорий. День защитника Отечества и День Великой Победы. В преддверии этих праздников, 7 апреля, в Караганде стартовал месячник по военно-патриотической работе среди молодежи. Быть здоровым – это модно. По таким названиям в Караганде прошло сразу несколько мероприятий в рамках Международного дня здоровья. Практически во всех спортивных организациях были организованы спортивные праздники. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов с воздуха оценил паводковую ситуацию в регионе. Минувшую субботу, 7 апреля, глава области на вертолете облетел паводкоопасные территории. Авиамаршрут составил свыше 580 километров и пролегал над четырьмя районами – Бухаржираусским, Каркаралинским, Шетским и Абайским. Были осмотрены паводковоопасные населенные пункты, состояние пяти водохранилищ, а также русел пяти рек. Аким области намеревался лично убедиться, насколько в этом году обеспечили защиту людей от талых вод. В тех местах, где традиционно весной разливаются реки, были построены защитные валы и предприняты другие превентивные меры. Это позволило снизить риски подтопления населенных пунктов. Итоги облета были подведены на аппаратном совещании в понедельник. Ерлан Кушанов заявил, что пик паводков прошел. Можно сегодня сказать, что пик паводков прошел, но есть еще проблемы локального характера. Буквально мы прилетели, ночью уже Шопа, населенный пункт Еврагим-Давкес, уже поднялся уровень воды, перелив пошел. Опять мы, этот поселок остался, населенный пункт, отрезанным от остального мира. По словам начальника областного департамента ПОЧС, сегодня в поселке Шопа задействованы лодки и пешеходный мост. Для того, чтобы сельчане могли ходить на работу и в школу, а также доставлялись продукты питания. Глава области распорядился за лето решить эту проблему. Этим летом надо этот вопрос решить. Халтонов, да, это? Надо водопропускную трубу увеличить. Сколько водопропускных труб надо дополнительно туда? И что, надо поднять дорогу или что? Криван-Даганш, эта дорога протяженностью 3 километра, она бесхозная была. В прошлом году мы совместно с районом отработали, передали собственность района. Сейчас в данный момент с утра уже проектировщики прорабатывают. Мы сейчас будем смотреть или Малый мост, или несколько труб Тюбиговых. Сейчас будем проект сметную депутатацию готовить. Главное не ошибиться. Вы трубу положите в следующий год, чтобы опять не в пустую эта работа, холостую не было. На аппаратном совещании было отмечено, что по сравнению с предыдущими годами запасы воды в снеге меньше. По наблюдениям с воздуха отмечено заметное слежение уровня воды в реках, отсутствие угроз подтоплений и размывов. По Самаркандскому водохранилищу за прошедшие сутки мы набрали 17 миллионов кубических метров. Наполнение на сегодняшний день составляет 87,7%. У нас мы пока сброс прикрыли для того, чтобы набрать, поймать хвост вот этого паводка. Паводка и обстановка в целом находятся на контроле. В настоящее время сброс воды из Самаркандского водохранилища производится в объеме 15 кубометров в секунду. Из Интумакского – 20 кубометров. Заблаговременный сброс воды из крупных водохранилищ позволил промыть русло рек, а также создать водохранилищем запас для приема паводковых вод. Паводковая ситуация в регионе стабильна и находится под контролем, заявляют областные власти. Оперативный штаб продолжает ежедневный мониторинг обстановки. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде состоялось торжественное открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Ежегодно в период с 7 апреля по 7 мая в образовательных учреждениях города проводятся различные мероприятия патриотического характера, посвященные Дню Защитника Отечества. Старт этим мероприятием был дан в гимназии номер 102. Верность, слабость, отмага и весны, эти качества не допокажут. У отчизни, у нас веществ, время выбрало вас. Юные кадеты, будущие защитники Отечества продемонстрировали свои навыки строевой подготовки. В атриуме школы-гимназии номер 102 состоялось торжественное открытие месячника военно-патриотических работ. Одна из главных задач местных исполнительных органов – это развитие патриотизма у молодого поколения. Так считает заместитель Акима Караганды Ирина Любарская. Патриотами не рождаются, ими становятся. К данной работе у нас в тесном контакте мы работаем с нашими ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, воинами-афганцами и представителями старшего поколения. В школах города пройдут у нас игра «Зарница». Мы будем готовиться к мероприятиям к 9 мая, посещать ветерана Великой Отечественной войны. К сожалению, с каждым днем ветеранов становится все меньше и меньше. Если у нас с 9 мая к 2017 году было ветеранов свыше 150 человек, то сегодня ветеранов по городу Караганди осталось 92. И я думаю, мы должны уделить самое пристальное внимание нашим ветеранам. Патриотическое воспитание молодежи – это часть государственной молодежной политики страны. На мероприятии говорили о том, что быть патриотом своей страны – всегда большая честь для любого человека, имеющего гордость и собственное достоинство. Патриотическое воспитание в уверенно развивающемся государстве не следует оценивать только как творческий процесс. Это еще и борьба за молодежь, борьба против таких негативных явлений, как рост преступности, наркомании, алкоголизма и экстремистских настроений. Особая роль в патриотическом воспитании отводится ветеранам и труженикам тыла. Их героизм служит примером для молодых казахстанцев. Нелегкое было время. В начале войны были большие потери. Но все победил наш народ. Страна советована. Многокрациональный народ СССР, соединенных советских социалистических республик. В ходе торжественного открытия солисты школы гимназии номер 102 вживую исполнили гимн Республики Казахстан. Прозвучали напутственные речи от руководства города и тружеников тыла. С яркими номерами выступили участники хореографических и вокальных коллективов Караганды. В течение всего месяца во всех образовательных и культурных заведениях города пройдут различные мероприятия патриотического характера. Кульминацией всего месячника станут два главных праздника. День защитника Отечества 7 мая и День Великой Победы 9 мая. Весело и шумно на территории всего города отгремел Всемирный День Здоровья. Одно из самых ярких мероприятий состоялось в Центре развития бокса имени Серика Сапиева. Участие в Спартакяде приняли ученики пяти школ города. Призеров наградили грамотами и подарками. С 50-х годов прошлого столетия во всем мире 7 апреля отмечают День Здоровья. Этот праздник объединяет всех тех, для кого спорт и бережное отношение к своему здоровью являются важными составляющими жизни. В Казахстане пропаганде здорового образа жизни уделяется особое значение. Молодому поколению прививают любовь к спорту со школьной скамьи. Чтобы популяризовать спорт среди школьников Караганды провели Спартакяду, в ходе которой ученики сумели продемонстрировать судьям и зрителям свою физическую подготовку, сплоченность команды и танцевальные навыки. Мероприятие было организовано в рамках республиканской программы «Быть здоровым – это модно». Сегодня День Здоровья. Именно 7 апреля была создана Всемирная организация здравоохранения. Мы не могли оставить эту дату без внимания, поэтому в Центре развития бокса была организована Спартакяда среди карагандинских школьников. Наша цель – это пропаганда здорового образа жизни и укрепление здоровья наших граждан. Среди почетных гостей мероприятия был бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, заслуженный мастер спорта Казахстана Дмитрий Карпов. Легкоатлет поздравил всех гостей с Днем Здоровья и отметил, что увлеченное спортом поколение – это залог здоровой нации. Участники соревновались в командах из семи человек, в которых преобладало количество юношей. Жюри оценивало команды в трех этапах. В ходе различных спортивных игр и конкурса домашнего задания школьники продемонстрировали умение работать в команде. Самой сплоченной, быстрой и успешной была признана команда гимназии номер 93. Ученики признали, что участие в Спартакяде доставило им одно удовольствие. Было очень хорошее мероприятие, были очень достойные соперники, поборолись хорошо. Потом вообще хорошая организация, интересно все. Болельщикам спасибо. Серебро досталось ученикам лицея номер 101, а бронза – команде 92-й гимназии. Всех призеров наградили грамотами, медалями и ценными призами, такими как телевизор, принтер и микроволновая печь. Тухжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Мероприятие, посвященное Дню здоровья, состоялось и в легкоатлетическом манеже. Сотни воспитанников карагандинских интернатов соревновались в шести видах паралимпийского спорта. Здоровье для всех – таков девиз нынешнего Международного дня здоровья, объявленного Всемирной организацией здравоохранения. Говорят, для всех организаторы имеют в виду как физически здоровых горожан, так и физически ограниченных. В шести видах спорта приняли участие дети и подростки с различными недугами. 14-летний Саветхан Арыпаев из школы-интерната номер один признался, что к этим соревнованиям его команда готовилась в течение недели. Организаторы заявили, что каждый имеет право заниматься спортом. Для этого в Караганде успешно функционирует Центр инвалидного спорта. Воспитанники Центра принимают участие не только в массовых мероприятиях, но и в соревнованиях международного класса. «Наши спортсмены буквально в 2017 году завоевали золотые награды на международных соревнованиях. Такие соревнования у нас проводились как в Паралимпийские игры, есть у нас результаты и в других международных стартах. Поэтому, я думаю, в принципе, все категории, в том числе и вот то, что я сказал, и дети имеются в виду с ограниченными возможностями, они также будут широко охвачены различными спортивными мероприятиями, праздниками и, конечно же, это соревнования». Один из спонсоров мероприятия – Карагандинский государственный медицинский университет. И это не случайно. Представители учебного заведения заявили, что медицина и здоровый образ жизни всегда идут рука об руку. «А сегодня фактически здесь, я так думаю, проводится областная паралимпиада, потому что дети, школьники, учащиеся с особыми возможностями, участвуют в соревнованиях и показывают, на что они способны, на что способен их маленький, но такой мужественный, крепкий организм. Я думаю, что это будет вдохновляюще звучать для всех. И для тех, у кого возможности обычные, человеческие, но он не хочет, например, пойти в субботу побегать в парке, позаниматься с гантельками или просто прогуляться. Вот сейчас наши дети покажут нам, что такое действительно здоровый образ жизни и что такое бороться за свое достойное место в этой жизни». Одним из ярких и запоминающихся моментов мероприятия стал танец на коляске, а также показательные выступления членов паралимпийской сборной страны. Еще одна цель мероприятия – в ходе соревнований определить наиболее перспективных подростков для пополнения паралимпийской команды Карагандинской области. Но, несмотря на состязательный характер праздника, каждый участник был отмечен грамотой или подарком. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант». Город Санкт-Петербург. Впервые в Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский. С 15 апреля проведет личный прием пациентов. Головные боли, мигрени, шум в ушах, межпозвонковые грыжи. Убирает причину хондроза, сколиоза. Используется уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-00. Позвольте себе и вашим детям жизнь без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас. 365-00. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В здоровом теле здоровый дух. Руководствуясь таким девизом, студенты Карагандинского областного высшего сестринского колледжа организовали флешмоб. 20 будущих медицинских работников обрадовали горожан зажигательными танцами и раздали прохожим памятки о здоровом образе жизни. Успешная нация – это в первую очередь здоровая нация. Об этом не раз говорил наш президент. Современный Казахстан – это страна, в которой созданы все условия для занятия спортом. А спорт – гарантия здорового тела и духа. Во всех уголках страны казахстанцы с размахом отметили Всемирный день здоровья. Активные карагандинцы решили сделать это по-своему. Десятки студентов Карагандинского высшего сестринского колледжа организовали флешмоб. Подобным образом будущие медицинские работники пытались донести до жителей города идею поддержания здорового образа жизни. Мы организовали флешмоб, который служит своего рода пропагандой здорового образа жизни. Мы советуем карагандинцам заботиться о своем здоровье и активно заниматься спортом. Было бы хорошо, если бы и в остальных городах активная молодежь поддержала бы нашу идею. В настоящее время в Казахстане реализуется масштабная общенациональная программа «Быть здоровым – это модно». Ее цель – привить молодому поколению любовь к спорту и здоровому образу жизни. У каждого казахстанца найдется свой ответ на вопрос, что такое здоровая нация. Преподаватель Высшего Сестринского колледжа Самалко Шигулова уверена, что здоровая нация – это прежде всего здоровое поколение, которое ответственно относится к своему здоровью и будущему. Главная цель программы «Быть здоровым» – это модно донести до людей, что здоровье – самое первое богатство, которым нам стоит дорожить. Во Всемирный день здоровья наши студенты организовали красивый флешмоб. Так мы хотели показать карагандинцам, что здоровье нужно ценить. В ходе акции участники раздавали горожанам листовки, на которых была указана важная информация о том, как оставаться здоровым долгие годы. Товжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. День здоровья отметили и в детско-подростковом клубе «Ахниет» КГКП «Шахтер», что в Майкудуке. Здесь проводят свой досуг около 250 ребятишек самого разного возраста и их родителей. Теперь открылся кружок для пенсионеров в Кемингер. На торжественное открытие прибыли представители Совета ветеранов, отдела социальной защиты Октябрьского района Караганды и, конечно, управление здравоохранения области. Ведь проведение досуга тоже влияет на здоровый образ жизни. Ребята приготовили небольшой концерт, с удовольствием выступали перед гостями. В здоровом теле должен быть заложен и здоровый дух. С 2007 года «Ахниет» работает с подростками и их родителями. Существуют кружки по интересам, в которые приходят дети вместе со своими мамами и папами. А теперь по средам к ним присоединятся и дедушки с бабушками. Сегодня мы хотели бы открыть наш кружок Кемингер, чтобы наше старшее поколение передало свой бесценный опыт нашему подрастающему поколению. Здесь люди пенсионного возраста могут заняться своим любимым делом – вязанием, поиграть в настольные игры, то есть шашки, шахматы, толс-кумалах, научить молодое поколение тому, что они умеют. Сегодняшние пенсионеры стараются вести активный образ жизни. У них становится все больше времени на реализацию своей мечты. А главное, что они вместе со своими внуками смогут найти дело по душе. Они полны душевной энергии и стараются делиться ей с подрастающим поколением. А представители Управления здравоохранения области в День здоровья предложили пожилым людям совершенно безвозмездно протестировать свое состояние на компьютере. Значит, в рамках нашей программы сегодня у нас мини-семинар по аспектам формирования здорового образа жизни. Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Все-таки как важно сохранить и приумножить свое здоровье. Из малого зерна вырастает большое дерево. При КГКП «Шахтер» для пожилых людей работают группы здоровья. Теперь пенсионеры смогут, как в семейном кругу, заняться любимым делом в кружке Кеменгер «Мудрость» при дворовом клубе «Отниет». Связь поколений будет укрепляться, что называется, в режиме онлайн. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде завершились игры любительской лиги по волейболу. Соревнования были организованы Федерацией волейбола Караганды и отделом физической культуры и спорта города. Судьи выбрали сильнейшую из 11 команд и вручили победителям 150 тысяч тенге. Всего в любительской лиге приняли участие 11 команд, представляющих предприятия и организации города. Соревнования по волейболу в шахтерской столице проводятся второй год подряд. Организаторами выступает отдел физической культуры и спорта и городская федерация волейбола, которая была создана также два года назад. Организаторы отмечают, что главной целью проведения данных соревнований является популяризация волейбола среди всех возрастных категорий, а также выявление кандидатов в сборную команду города. Я думаю, те команды, которые участвуют в данном турнире, они не только сами оздоравливаются, но и популяризируют данный вид, очень хороший вид спорта среди населения нашего города Караганды. Стоит отметить, что соревнования носят имя известного общественного деятеля, кавалера Ордена Почета Аманбека Абдыханова. Бывший Аким Жанаркинского и Абайского районов Аманбек Тусупханович всегда пропагандировал спорт и здоровый образ жизни. Организаторы уверены, что отныне соревнования приобретут традиционный характер, и имя Аманбека Абдыханова будет на устах всех любителей спорта еще долгое время. В этом году сильнейшей из всех команд стала команда организации Караганды Жарек. Она одержала победу в финальной игре со сборной Кастран Сойл, которая была признана лучшей в прошлом году. За таких людей, которые сейчас поддерживают караганды, очень жив и будет жить волейбол. То есть за такие турниры. Большое спасибо еще раз хотел бы сказать организаторам. Действительно, хороший волейбол, всем спасибо. Помимо грамот, обладатели третьего места получили денежный приз в размере 50 тысяч тенге. Сотрудникам компании Кастран Сойл за второе место вручили 75 тысяч тенге. Ну а признанная лучшей команда Караганды Жарек забрала главный приз – 150 тысяч тенге. Токжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» 7 апреля в Семертау переиграл. Петропавловский, Кызылжар, СК со счетом 2-1. Карагандинские футболисты продолжают игры в рамках регулярного чемпионата Премьер-лиги. Карагандинские футболисты начали поединок очень активно. И как результат забили два быстрых гола. Спустя пять минут после стартового свистка Дамир Каяшевич ударом из-за пределов штрафной застал вратаря врасплох 1-0. Через четыре минуты голкиперу Кызылжара снова пришлось вытаскивать мяч из сетки. Александр Мигунов без проблем поразил ворота соперника с близкого расстояния 2-0. Такое начало матча полностью деморализовало соперника и наложило отпечаток на его игру. До конца тайма горняки так и не встретили сопротивления от гостей. После перерыва Кызылжарцы постепенно выровняли игру. В концовке встречи после длинной передачи легионер Петропавловцев Братислав Пунушевац вышел на ворота хозяев и отквитал один мяч. В итоге судья зафиксировал победу карагандинского шахтера 2-1. Очередную встречу шахтер проведет на выезде. 14 апреля в Этерау горняки встретятся с местным одноименным клубом. Андрей Тайна, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Всего доброго. Аман Соболмстер. Редактор субтитров А.Семкин